Привет. Сегодня мы с вами немножко по sysadmin'им или по devops'им, как это вы называете. Мы возьмем сервер, поставим туда Nginx и попробуем завести там сайт с HTTPS, вот со всякими там модными классными заголовками и настройками, чтобы любой статический сайт очень легко отдавался оттуда, максимально эффективно и так далее. Я в соцсетях спрашивал, будет ли вам интересно, чтобы я сделал что-то подобное. Было много положительных отзывов, мол, давай-давай, и да, пришло время. Маленький дисклеймер. Я в этом абсолютный новичок. Ну, в смысле, я это уже несколько лет делаю, и суть того, что происходит сегодня, я показываю не как правильно, я показываю не как вам самим нужно делать, я показываю, как это делаю я. То есть для меня это работает. Много лет подряд уже вот какие-то всякие проекты, там, собственный блог, всякие там питерцы, эсэсы, всякие там подкасты, веб-стандарты и все остальное, все крутится примерно в таком окружении. И я подумал, что если я сам научился, и мне это полезно, то может пригодиться и вам. Давайте разберемся, что мы сегодня вообще будем делать. Что у нас есть? У меня есть домен pepils.be.dev. На нем мы сегодня будем тренироваться. Этот домен я купил у регистратора. У этого регистратора я пришел, заплатил денег ему и сказал, этот домен принадлежит мне, и буду раз в год ему платить деньги за то, чтобы этот домен продолжал принадлежать мне. Он, в общем, регистратор, таким бизнесом занимается. Я у этого регистратора прописал поля NS-сервера. По сути, я сказал регистратору, когда ты зарегистрировал мой домен, пропиши там NS-сервера моего хостера. Поэтому когда к этому домену придут, чтобы они пошли к моему хостеру и выяснили, куда ими идти дальше. У моего хостера, следующий этап, хостятся DNS-сы, то есть информация о том, куда дальше от этого домена идти. И, собственно, в DNS-ах я написал, что вот по этому домену вот этот IP-адрес моего сервера, собственно, должен запрашиваться. То есть мой сервер должен отвечать, когда кто-то спрашивает IP-адрес, а IP-адрес спрашивают тогда, когда спрашивают домен. Ну, в общем, вот такая многоходовочка. Иногда DNS-хостинг бывает у регистратора, иногда он бывает у хостера, но в моем случае он у хостера, поэтому я у хостера сделаю две вещи. Настраиваю DNS у своего домена и, собственно, завожу в виртуальный сервер. Про виртуальный сервер. Это обычный Linux Ubuntu, ну, то есть операционная система, которая вот бесплатная и на серверах очень часто используется. В моем случае это 18-я Ubuntu, сейчас уже вышел 20-й LTS. Я с ним попробовал, что-то пошло не так, там какие-то внешние репозитории не готовы, поэтому вот мы сегодня используем 18-ю, и она вполне себе современная, нормальная. То есть все с ней хорошо. Мы на эту Ubuntu смотреть глазами не будем. Мы не будем смотреть на ее иконочки, интерфейс и так далее. Нас интересует командная строка. Мы подключимся туда по SSH, безопасное соединение между двумя компьютерами, и будем настраивать ее удаленно. То есть мы будем видеть окошко терминала, писать там всякие команды, ну, вот это вот все. Точнее, сегодня мы будем заниматься настройкой сервера, и, может быть, отдадим страничку какую-нибудь типа Hello World. А в других выпусках будем заниматься чем-то более таким интересным. Может быть, соединим ее как-нибудь с GitHub. В общем, посмотрим, что будет дальше. Сначала разберемся с сервером. Когда я завел свой виртуальный сервер у своего хостера, он дал этому серверу IP-адрес. И по этому IP-адресу я могу к нему подсоединиться. Более того, во время создания этого сервера мой хостер добавил на этот сервер, на эту Ubuntu, мои ключи. Не мои ключи от дома, а публичный SSH-ключ. Приватный лежит у меня. Поэтому, когда я подключаюсь к этому серверу, он меня пускает. То есть я добавил это хостеру, и хостер это добавил в новый экземпляр виртуального вот этого сервера, на котором все будет крутиться. Поэтому сейчас я могу просто молча, без пароля, без всего, подсоединиться к этому серверу и начать его настраивать. Давайте к нему подключимся. SSH root.at. И это IP-адрес моего сервера. Домен к нему пока не прикручен, поэтому идем так. Спрашивает, можно ли к нему присоединяться. Первый раз его видит. Да, конечно, можно. Я знаю, что я делаю. Отлично. Мы на сервере. Сначала сменим пароль для нашего рута. На всякий случай. PassVD. Пароль. Пароль. Я вставил пароль из буфера обмена. Вы его не видели. Ну и хорошо, наверное. Дальше обновим систему, потому что это нам пригодится, иначе некоторые пакеты ставиться адекватно не будут. Апт-гет-апдейт. Апт-гет-апгрейт. Добавим нового пользователя дополнительно к руту. add user pepelsbay. Спрашивает пароль. Даю ему пароль. Пропускаем подробности. Все корректно. Ок. Добавим нашего пользователя в судоеры. sudo. Что за судоеры? Зачем нам новый пользователь? Давайте разберемся. Под рутом классно настраивать сервер первый раз. Потом, когда вы будете заходить на сервер, или что-нибудь копировать туда, или что-нибудь отправлять туда, или каким-то образом что-нибудь дополнительное делать, лучше это все-таки делать под дополнительным пользователем. Не под суперпользователем, а под обычным. То есть, если вы, допустим, пользуетесь какими-нибудь там, не знаю, линуксом, или macOS, или подобной операционной системой на основе Unix, вы там уже пользуетесь не рутом, а своим обычным пользователем. Это адекватный нормальный способ. Поэтому сейчас мы создадим пользователя, точнее, уже создали пользователя pepelsbay, и будем дальше им пользоваться. А пользователя root закроем и забудем, и даже запретим к нему вообще с помощью него заходить. Напишем nano. Это c, ssh, sshdconfig, и поищем настройку permit root login. Ctrl-V, permit root, нашли. Сохраняем. Ctrl-O, и выходим Ctrl-X. Теперь рестартуем наш ssh. Systemctl restart sshd. Рестартовали. Выходим, но обратите внимание, что выходим навсегда. Мы запретили заходить под рутом. Так что, если что-то пойдет не так, будет весело. exit. Подключаемся снова, но теперь под пользователем pepelsbay. Просит пароль. Вводим пароль. Пустило. Вы могли заметить, что под рутом все было белым, нейтральным и скучноватым даже. Теперь он нам приглашение, точнее место, где мы находимся, pepelsbay at pepelsbay, то есть первое, это название пользователя, а второе, это название сервера. Это название сервера. И один на другом. Но если бы это было название сервера другое, типа my server, было бы pepelsbay at my server. Теперь он зелененький и говорит нам, что все в порядке. Раньше под рутом было не очень. Но это мои догадки, может быть, он расскажет зеленый, потому что зеленый это красивый цвет. Кто знает. Вы, наверное, заметили, что когда я заходил под рутом по SSH, у меня не спросили пароля. А сейчас, когда я заходил под pepelsbay им спросили пароль. Пароль вводить, ну, копировать его откуда-то или, страшное дело, даже запоминать или sticky note куда-нибудь. Так себе идея. Лучше всего заходить по ключу. И в сервер был с самого начала встроен ключ для рута. А сейчас я встрою, точнее, добавлю туда ключ от своего пользователя. То есть у меня на моем макбуке есть приватный ключ и публичный ключ. Я скопирую публичный ключ, положу его на сервер и теперь они будут подходить друг к другу и я смогу заходить на сервер точно так же, как под рутом без пароля. Сначала сделаем папку mcdir ssh дальше там заведем файл nano ssh authorized rest keys и возьмем ключи с нашего локального компьютера. Сходим в другую вкладку, где мы находимся дома, а не на сервере, и выполним следующую команду. cat или cat ssh и здесь у нас есть два варианта id rsa и id rsa pub. Нам нужен публичный ключ, поэтому мы берем pub. и здесь еще, чтобы сразу буфер обмена получить, иначе эта команда просто выведет его на экран, мы здесь пишем pub и pb copy pasteboard copy. Скопировали. идем на сервер, вставили ctrl o, сохранили, ctrl x, вышли. Ну и просто, чтобы для лучшей безопасности выдадим права этой папке, его содержимым, такие, чтобы никто туда не добрался. sudo чмот рекурсивно 700 и, собственно, ssh. И вводим наш пароль. Все, права у папки надежные. Дальше нам нужно отключить вход по паролю, поскольку мы сейчас уже сделали вход по ключу. Делаем что-то похожее, что делали до этого для рута. sudo nano это c ssh sshd config и ищем там поле ctrl w password authentication да, password authentication напишем no и сохраним. дальше рестартуем наш ssh ssh снова sudo ваш пароль. То есть я вроде бы как авторизовался по ключу, все хорошо, а меня снова и снова спрашивают. Наверное, это хорошо и безопасно, но мешает, честно говоря, особенно, когда какие-то вещи делаешь, настраиваешь сервер частенько. поэтому я сделаю что? что я сделаю, что единственным способом авторизации я оставлю ключ. Если я зашел на сервер, значит, я точно свой. Поэтому я сейчас возьму и отключу пароль. его не будут больше спрашивать для sudo пользователей конкретно на этом сервере. Пишем sudo v sudo и ищем, 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 ищем. А, где-то здесь. Да, пишем здесь sudo all, all, all. Здесь пишем no pass vd all. сохраняем ctrl o выходим ctrl x Давайте снова выйдем и проверим, как все работает. Подключаемся к нашему серверу. Пароля не спросил. Попробуем что-нибудь судоэрское сделать. sudo v sudo пароля снова не спросил. Отлично. Выходим, стираем все и продолжаем с нашим сервером. Все, что у нас есть сейчас, кроме голой Ubuntu, у которой обновилось немножко софт и добавился один пользователь, немножко поменялись настройки подключения. Все, что у нас есть, это... Да ничего у нас нет. Нам к этому серверу нужно что-то сделать дополнительное, чтобы он, собственно, отвечал на запросы извне, отдавал какие-то файлы и так далее. И первым делом мы сейчас поставим с вами firewall. То есть мы возьмем и закроем сетевое общение этого сервера, кроме двух случаев. Когда мы подключаемся по SSH, и когда мы используем Nginx. Для начала нужно просто поставить этот firewall, а дальше уже будем его настраивать. Пишем sudo apt install ufw. Это firewall такой. Сейчас нам нужно добавить внешний репозиторий с той версией Nginx, которая идет вместе с Brotley. Просто так нам Nginx не поставить, если мы хотим Brotley. Brotley — это такой модуль для Nginx, который поможет нам ресурсы отправлять более эффективно, сжато. Добавляем внешний репозиторий и ставим из них нужные модули. sudo apt-get install Brotley Nginx и Nginx module Brotley. Все. Теперь у нас есть Nginx, теперь у нас есть Brotley и, собственно, модуль для Nginx, который этот Brotley использует. Дальше нужно выполнить команду, без которой что-то на 18-й бунте ничего не работает. Я нашел ошибку, я исполнил команду. Здесь, кажется, система что-то не то делает с сервисом Nginx, и эту штуку нужно выполнить. Отлично. Выполнили. Ну, вы видите, в этом есть какая-то доля магии. То есть я пошел по каким-то шагам, и они для меня сработали. И я думаю, что и сработают и для вас. На 18-й бунте. Наверное, на 16-й тоже. На счет 20-й не уверен. В общем, вы понимаете, все немножко так вот. Аккуратно. Но работает. Сходим в настройки нашего свежеустановленного веб-сервера. sudo nano это c nginx nginx conf И поищем здесь модуль Brotli. Ctrl-W Brotli. Раскомментируем эту строку. И раскомментируем эту строку тоже. Это включит нам, собственно, Brotli. Дальше пойдем и настроим сам модуль Brotli, как он должен работать. Это где-то уже внизу будет. Это было дописано самим модулем. Кстати, видите, здесь уже настроен модуль Gzip. А Brotli пока особо не настроен. Но мы его настроим. Удалим эти строчки и вставим сюда мой сниппет. Что здесь происходит? Brotli включается, уровень сжатия 6 и те типы, которые с помощью Brotli обрабатываются. Сохраняем Ctrl-O. Выходим. Я специально подробно не углубляюсь в Brotli, потому что, ну, это длинная история. Вам всего лишь нужно знать, что это типа Gzip, но чуть более эффективный, который классно включать, потому что он более эффективный. Я кину вам ссылку на статью Гарри Робертса, которая исследует Brotli, и приходит к выводу, что да, он эффективный. Не магический, но эффективный. Что, в общем-то, тоже хорошо. Сервер мы настроили с нашим модулем. Давайте настроим наш фаервол, чтобы он пускал наш Nginx. Suda UFW статус. Неактивный. Хорошо. То есть нам нужно будет его еще включить. Suda UFW APP list. Список приложений, с которыми он работает. Пока он работает только с OpenSSH, то есть, по сути, с подключением по SSH. Нам нужно добавить с вами, чтобы там еще Nginx работал. По умолчанию он почему-то Nginx не подхватывает. Добавим Nginx в конфиг фаервола. Suda nano это C UFW applications.d Nginx ini Этого файла не было, мы его только что создали. Вставим туда сниппет готовый, который, по сути, сделает разные настройки именно для Nginx, чтобы он появился в списке приложений для нашего файрвола. Сохраняем Ctrl-O, выходим и снова проверяем список приложений. Вот. Теперь там есть Nginx в разных его вариациях. Nginx Full HTTP HTTPS и, собственно, OpenSSH. Включаем наш файрвол. Suda UFW enable. Ну, поехали. Круто. Дальше нам нужно разрешить Nginx Suda allow open SSH для начала. Давайте проверим статус. Suda UFW статус. Ага. SSH нам сейчас открыт. Давайте добавим Nginx тоже. Suda allow Nginx Full и еще раз проверяем. Теперь у нас по файрволу ходят SSH, Nginx, а также по IPv6 тоже ходят SSH и Nginx Full. Теперь у нас есть сервер, на котором есть веб-сервер Nginx и файрвол. Мы на наш сервер теперь можем ходить по SSH и к Nginx обращаться через этот файрвол, потому что мы его восстановили, настроили и разрешили двум вот этим программам, сервисам ходить наружу и слушать. Все остальные запросы к нашему серверу игнорируются. То есть, если нам нужно что-то дополнительное, это дополнительно настраивается. А пока нам нужен SSH и Nginx. Дальше мы поставим дополнительный софт, чтобы можно было потом делать сертификаты. Этот софт называется CertBot. Он с провайдером бесплатных сертификатов для ваших сайтов безопасности. Let's Encrypt позволяет очень удобно работать. Стираем и добавляем еще один внешний источник. Suda apt-get install software properties common поставили Suda add repository PPA CertBot CertBot Еще раз обновляемся. Suda apt-get update и ставим наш CertBot. Suda apt-get install Python CertBot Nginx в этом месте мы переходим на территорию того, что я понимаю еще меньше, но в руководствах было так написано. Сейчас мы с вами сгенерируем ключ шифрования уникальный для этого сервера, который будет использоваться, чтобы что-то делать. А потом мы еще дополнительно настроим некоторые параметры безопасного подключения, которые я скопировал с прекрасным сервисом Mozilla, который помогает вам настроить безопасный сервер. В общем, все ссылки, конечно же, будут в описании, а мы просто будем с вами идти по моим знакомым сниппетам, по тем самым шагам, которые прекрасно для меня работают. Стираем, вставляем кусочек знакомый и набираемся терпения. ключ сгенерирован, стираем и давайте сделаем папку для сниппетов Nginx. Есть удобный способ подключать какие-то фрагменты в каждый конфиг Nginx для каждого сайта и мы с вами этим способом воспользуемся. Sudo mcdir p это c Nginx snippets сделали и дальше создадим сниппет Sudo nano snippets ssl params conf сюда вставим то, что я получил от Mozilla это всякие настройки безопасного подключения ну в общем так оно должно работать сюда можно добавлять дополнительные заголовки безопасность всякое такое но мы возьмем вот тот самый дефолт и будем его использовать записали вышли в принципе сейчас у нас все готово для того чтобы уже добавить первый сайт на наш сервер точнее на наш веб-сервер чтобы он его смог обработать для начала нам нужно определиться где мы будем хранить наш сайт в моем случае я храню их обычно в папке var www и дальше уже имя домена и все остальное давайте эту папку создадим mcdir p var www people's bay dev html в папке html мы будем хранить непосредственно html так принято нельзя говорить ну ладно давайте используем sudo вот теперь можно теперь давайте сходим в папочку var www и посмотрим как там дела cd lsla видите папочка ее содержимое под рутом то есть если мы захотим там что-то заводить или что-то делать внутри нам каждый раз придется sudo делать а было бы классно чтобы мы могли туда деплоить вообще всячески ее использовать просто сами под собой поэтому давайте мы выдадим этой папочке подходящие права sudo chown рекурсивно и здесь напишем user user и скажем куда var www там где мы находимся сейчас магическое user user это собственно peplesbay peplesbay это пользователь и его группа тут это root root а это просто текущий пользователь я бы мог здесь написать просто peplesbay но я использовал переменные раз еще раз смотрим lsla вот теперь папочка сама точечка и его внутренности под пользователем peplesbay все что выше два уровня наверх это под root и меня это абсолютно устраивает сходим в корневую директорию где мы все это время были вернемся cd без параметров возвращает в home dir стираем и давайте сделаем первый наш конфиг сайта sudo nano это c nginx sites available peplesbay dev conf создали что за sites available что за конф смотрите чтобы сказать nginx какие у нас есть сайты и как они вообще должны работать нам нужно создать конф файл с расширением .conf как вы его назовете не принципиально я их называю именем домена потом добавляю .conf в конце еще у nginx есть две папки sites available и sites enabled в sites available вы кладете конфиг вашего сайта ваших всех сайтов а если вы хотите их включить вы делаете simlink то есть такую ссылку на ваш файл в sites available в sites enabled вы продолжаете редактировать конфиги вашего сайта в sites available и они становятся доступны и в sites enabled если вы хотите убрать ваш сайт из sites enabled вам не нужно удалять его конфиг и терять его навсегда вы просто убираете simlink из sites enabled это очень удобная система мы с вами сейчас сначала создадим а потом залинкуем этот конфиг сначала мы заведем очень простой конфиг на 80 порте безо всякой дополнительной сложности что здесь происходит мы слушаем 80 порт по ipv4 здесь мы слушаем 80 порт по ipv6 дальше server name то на что nginx будет реагировать при использовании этого конфига мол если к нему пришли по example.com или www.example.com он сходит в корневую папку var.vv.example.com html и сначала индекс потом индекс html потом индекс html станут его вот этими индексными файлами которые он попытается отобразить в ответ это мой сниппет который я чаще всего использую там не example.com должен быть а что-то другое поэтому давайте заменим мы частенько будем сегодня в конфигах всякие автозамены делать поэтому выделяем копируем нажимаем control slash и можно теперь заменить пишем сюда example.com и заменяем его тут удобно наверху есть название файла на people's bay dev нажимаем букву а значит заменить все теперь у нас конфиг people's bay dev people's bay dev везде все правильно нажимаем сохранить control o выходим control x давайте сначала проверим наш конфиг suda nginx t это протестирует его в nginx вроде все в порядке теперь его можно включить suda lms s мы создаем simlink это c nginx sites available people's bay dev conf мы его simlink в это c nginx sites enabled слинковали еще раз тестируем все на всякий случай все хорошо и рестартуем nginx suda system ctl restart nginx рестартовали давайте проверим что отдается теперь по домену people's bay dev curl people's bay dev ничего не отдается запрещено но смотрите нам это отвечает nginx это уже хороший знак давайте создадим файлик suda nano var www people's bay dev html index html ну и напишем сюда ducktype ух ты смотрите с подсветочкой html title привет привет тайтл ну и здесь что-нибудь типа привет мир классика h1 закрыли сохраняем выходим запрашиваем еще раз curl people's bay dev какой-то странный у тебя браузер curl что это такое ну смотрите я настройки домена поменял вот буквально только что поэтому dns нужно какое-то время чтобы обновиться где-то там потом обновиться где-то здесь это все на уровне операционной системы происходит короче это занимает какое-то время но curl это такой сервис который запрашивает данные как браузер только попроще вот поэтому мы содержимое страницы видим корректно а как оно в браузере ну не принципиально мы сегодня не то чтобы фронтендом занимаемся да в общем мы научились отдавать наш сервис по 80-му порту но мы хотели сделать его безопасным то есть отдавать его по HTTPS чтобы в браузере был замочечек а сейчас мы с вами настроим тот самый сертификат ради которого мы ставили certbot ради которого мы вообще тут много чего на многие проблемы шли очищаем пишем сюда certbot nginx cert cert only спрашивает у меня мой почтовый адрес по которому он будет присылать всякие штуки когда у меня допустим сертификаты кончаются или что-то пошло не так хорошо я не против pepelspay gmail.com согласен да и собственно он мне предлагает домен pepelsbay.dev и www.pepelsbay.dev завести для них сертификат я могу завести сертификат только для pepelsbay.dev но я заведу и для одного и для другого один и тот же сертификат поэтому я напишу 1 пробел 2 все теперь у меня есть сертификат он находится по адресу это c.letsencrypt.live.pepelsbay.dev fullchain этот сертификат содержит оба домена и pepelsbay.dev и www.pepelsbay.dev то есть каждый из них будет подключен secure очищаем и обновляем наш конфиг сайта suda nano c nginx sites available pepelsbay.dev.conf удаляем здесь все и вставляем новый сниппет сниппет побольше давайте в нем разбираться как я уже говорил я делаю сайт на HTTPS и я редиректчу любые HTTP запросы на HTTPS более того я делаю сайт на pepelsbay.dev не www pepelsbay.dev поэтому когда ко мне приходят на www я тоже редиректчу об этом стоит помнить когда мы будем сейчас разбираться в этом конфиге там эти редиректы периодически происходят первая строка нам знакома это блок сервер в котором мы слушаем 80-й порт по IPv4 по IPv6 и слушаем имена серверов example.com и вот это все давайте сразу заменим example.com на pepelsbay.dev чтобы было понятнее копируем ctrl-слэш вставляем заменяем на pepelsbay.dev заменяем все отлично мы слушаем на 80-м порту pepelsbay.dev www pepelsbay.dev и редиректим его перманентно это 301-й редирект на HTTPS pepelsbay.dev и с сохранением параметров которые идут после этого следующий блок сервер слушаем уже 443 SSL и HTTP мы здесь используем новый клевый протокол HTTP 2 опять же v4 v6 слушаем vvv pepelsbay.dev vvv слушаем и редиректим его на HTTPS без vvv опять же с сохранением параметров и здесь поскольку мы слушаем домен по безопасному протоколу мы подключаем уже ключи смотрите let's encrypt вот это все что мы с вами сгенерировали плюс дополнительные параметры безопасности которые мы ранее создавали для Nginx то есть даже для простого редиректа мы используем здесь сертификаты и безопасность то есть этот блок тоже редиректит как и вот этот только этот с 80-го порта на 443 а этот с vvv на обычный идем дальше и вот у нас уже здесь следующий блок опять же слушаем одно слушаем другое но уже не редиректим мы слушаем просто pepelsbay dev идем в папку pepelsbay dev html у нас вот такие индексные файлы и ниже как обычно у нас подключаются всякие безопасные штуки как и в предыдущем случае то есть здесь мы используем ключи и дополнительные заголовки безопасности и всякие параметры которые были у нас и ранее нажимаем ctrl-o сохраняем выходим и как обычно тестируем sudo nginx t вроде все в порядке давайте тогда рестартовать что ли sudo system ctl restart nginx фух вроде все в порядке давайте еще раз запросим ctrl pepelsbay dev перманентно перемещен а куда делся наш сайт вот этот привет мир вот это все смотрите ctrl сейчас ходит по 80 порту и он получает редирект то есть если бы это был браузер он бы получил редирект и показал бы нам безопасный сайт по сертификату то есть у нас вроде бы все заработало но нужно конечно как-то в этом по-другому убедиться давайте откроем какой-нибудь браузер и проверим там например ну встроенный safari safari pepelsbay dev а ну здесь не очень красиво потому что мы кодировку забыли указать давайте укажем напишем здесь meta char set utf 8 сохранили вышли обновляем во привет мир сайт работает более того смотрите здесь замочек это значит что здесь сертификат https и все самое хорошее и выпущено let's encrypt то есть то есть прям вот какая-то доверенная организация это все сделала ну в общем все у нас с вами есть домен который привязан к хостингу на этом хостинге крутится веб-сервер nginx там есть firewall вокруг всего этого который пропускает ssh пропускает nginx туда можно подключаться что-то там делать или копировать туда файлы например там можно что еще оттуда отдается nginx классный сайт причем по stp2 с бротли с безопасностью stps в общем все классно модно молодежно и lighthouse какой-нибудь будет очень рад вашему вот этому набору классных вещей которые вы отдаете с вашего сервера и на самом деле на этом можно даже остановиться мы будем с вами еще возвращаться к этой теме я покажу как туда деплоить вручную я покажу как деплоить автоматически допустим с гитхаба то есть копировать ваши файлы и чтобы на вашем сервере все это обновлялось покажу может быть как что-нибудь еще дополнительно настраивать может быть как сделать редиректы на уровне nginx в общем тема неисчерпаемая но сейчас мы сделали главное у нас есть сервер и на нем работает веб-сервер причем работает хорошо судя по всему причем я не пытаюсь сказать вам что это идеальное решение нет это то решение которое работает для меня естественно можно все это автоматизировать завернуть во всякие там докеры и прочее 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 каким-то образом нажать какую-нибудь одну кнопку чтобы все само развернулось и так далее но гораздо интереснее и гораздо полезнее на мой взгляд не просто скачать из интернета и что-нибудь развернуть а разобраться как оно работает правда ну вот собственно мы сегодня с вами и разобрались ну точнее прошлись по шагам которые я скомпилировал из разных руководств в интернете которые работают для меня вы могли заметить что в некоторых местах и я в этом в общем-то признавался в некоторых местах я не знаю что происходит до конца но оно работает и если это можно улучшить ускорить оптимизировать и так далее я буду рад послушать ваш фидбэк а пока эта схема которая работает для меня и кажется там ничего криминально плохого нет работает не трогай и мы с вами будем эту тему дальше развивать чтобы вы могли хостить что-нибудь новое клевое на недорогих серверах максимально эффективно с точки зрения фронт-энда здорово ну и как обычно напоминаю что это видео первое увидит патроны все остальные увидят на следующий день если вы хотите быть среди тех кто увидит это видео первым вы знаете что делать становитесь патронами если нет просто подписывайтесь ставьте лайки и так далее это поможет всем остальным на ютубе увидеть это видео рекомендуйте репостите ретвити или что вы там еще делаете если вам понравилось если вам есть что добавить welcome в комментарии я быстро отвечаю и радостно дискутирую с вами что я делаю так а что не так я ожидаю кучу всяких админов и всяких людей которые знают лучше меня расскажите мне как сделать правильно но пока в общем это все на сегодня услышимся как-нибудь лайв следующее видео в общем скоро пока